Век цифровых технологий характерен тем, что постоянно появляются все новые специальности. Однако образовательные учреждения далеко не всегда успевают за последними тенденциями. Помочь в решении этой проблемы призван Центр опережающей профессиональной подготовки, который открылся в Твери. Квадрокоптеры, казалось бы, прочно вошли в нашу жизнь. Но есть проблема. Практически никто не учит профессиональному управлению дронами. Или другой пример. Эксперты говорят, что совсем скоро профессия универсального автомеханика уйдет в прошлое. Начинка машин становится столь сложной, что узкая специализация неизбежна. Но и здесь пока толком не налажена подготовка таких мастеров. Решить эти задачи и призваны Центры опережающей профподготовки. Зампредседатель регионального правительства Андрей Белоцерковский метко сравнил их со всем известным астрономическим прибором. Это можно представить себе, образно говоря, некий телескоп, который заглядывает в будущее профессии. И, рассматривая это будущее, выбирается поле тех профессий, которые будут востребованы через несколько лет и по которым никакой подготовки у нас нет. В Твери заглядывать в будущее профессий будут в Политехническом колледже. Именно его около года назад региональное правительство, выиграв субсидию из федерального бюджета, выбрало в качестве базы для создания Центра опережающей профподготовки. Таким образом, он стал одним из сотни таких учреждений по всей стране. Причем вполне заслуженно. У нас накоплена большая методическая база. Мы сотрудничаем со всеми колледжами по направлению машиностроения. У нас долгосрочные отношения с Тверским государственным техническим университетом, с Тверским государственным университетом, с другими образовательными организациями, в том числе дополнительного образования. В Тверском центре есть вся современная инфраструктура для опережающей профподготовки. Лекторий, коворкинг, класс проектной деятельности, компьютерный кабинет, аудитория и трансформеры. Принявшие участие в церемонии открытия работодателей дружно отметили. Такой центр принесет большую пользу, в том числе поставляя и подготовленную молодежь. Это будет более уже нацелено на практические какие-то знания и поможет им более адаптированно работать на предприятии, уже не просто зная теории, а имея какие-то практические навыки. Стоит отметить, что несмотря на прошедшую церемонию открытия, фактически центр опережающей профессиональной подготовки уже работает, добившись хороших результатов. В частности, обучение по различным программам тут закончили 763 жители нашей области. Кроме того, 10976 школьников успешно прошли через профориентационные мероприятия. Кроме того, 10976 школьников успешно прошли через профориентационные мероприятия.